Догматы и каноны Можно сказать, словесные иконы, образы нашего Создателя, Господа Бога Догматы вероучительной истины, которые утверждены были на Вселенских Соборах Существует такое четырехсоставное определение догмата По происхождению это богооткровенная истина, то есть сам Господь ее открыл людям По содержанию она вероучительная, то есть касается именно определений самого, о самом божестве То есть о том, что постигается только верой, а не разумом, изнемогающим в богопознании Ограниченным, тварным разуме По содержанию, как мы уже сказали, это вероучительная истина А вот по способу ее хранения, по ее пребыванию, она церковная Именно в церкви догмат пребывает во всей его силе и глубине Он отражен в богослужении, в таинствах, он отражен в исповедании церковном Таким образом, сама церковь вместе со всей полнотой ее жизни является хранительницей догмата Ну и, наконец, какое имеет отношение догмат ко всякому верующему Он необходим, он общеобязателен и чисто юридически, если так можно сказать Если ты не принимаешь такого исповедания, как сформулировано в догмате Ты не можешь быть членом православной церкви Ты от нее отрекаешься таким образом, уча как-либо иначе Но и сатриологически это необходимо Именно так учить, понимать, исповедовать Пресвятую Троицу надлежит ради собственного спасения Исповедующий что-либо иное повредился и непременно поврежденным остается Поэтому исповедовать догмат определенным, святоотеческим образом установленным Нужно для собственного спасения Это истина, открытая Богом, это истина о Боге Это истина церкви хранимая Эта церковь для меня необходима Ну а каноны разнообразные Ну, во-первых, каноном называется последование богослужебное Которое включено в состав утренней богослужения Которое иногда совершается с вечера в соединении с вечерней Тогда это называется всеночное бдение Или в будни тоже так бывает Ради того, чтобы более-менее продолжительное утреннее Совершалось не с утра, отдаляя литургии на более поздний срок А тогда, когда, как правило, есть время помолиться и у людей Вечернее Поэтому иногда и не в рамках всеночного бдения А так механически к вечерней присоединяется утреннее наступающего дня И вот в ней есть такая часть последования, именуемая каноном Он состоит из восьми песен Вторая песня как-то традиционно оказалась изъята И оставлена по преимуществу на последование великопостных богослужений Будничных На последование богослужений, содержащихся в постной треводе Предвозвещает вторая песнь канона о грядущем страшном суде О неумытном этом божественном явлении и определении о всяком И, вероятно, для впечатлительных христиан Оставлены эти особенно драматические, трагические образы Ко времени особого духовного подвига и труда великопостного Итак, девять песен, вторая из которых чаще отсутствует И составляют канон богослужебный в составе утренний Ну, я подозреваю, что вопрос и о правилах церковных Некоторые из которых установлены и на вселенских соборах Это не вероучительная истина, а предписание Как надлежит действовать в церкви Бога Живаго Какие дисциплинарные меры, ограничения Какие внешние порядки необходимы для общего употребления Для того, чтобы душа оставалась верной Господу Для того, чтобы Дух Божий пребывал с людьми Для того, чтобы помочь человеческой поврежденной природе И не очень-то твердому и всегда ясному произволению Оставаться в рамках благочестия Оставаться в полезном для себя жительстве Так что каноны касаются и каких-то правил рукоположения в священнике И определенных периодов года И трапезы Касаются взаимоотношений клириков и их епископов Епископских полномочий, их границ И многого другого, относящегося к практике церковной жизни Они, эти каноны, принимаются на Как на вселенских соборах принимались Так и на поместных соборах И некоторые из них очень значимы Несмотря на то, что происхождение их не обуславливается Собранием отцов, святителей со всего православного мира Но какие-то поместные формулировки Формулировки поместных соборов Оказываются значимыми И, конечно, бывает, что переменяются В связи с историческими обстоятельствами Определенные правила Каким-то усматривается необходимость Определенного снисхождения Какие-то появляются правила и ограничения Вновь в связи с вызовами современности С новыми порядками жизни внешней Или беспорядками Так что опубликованы они для нас Как правило, в таком издании Позднего Средневековья Кормчей книги На церковно-славянском языке Но она уже понятна И переведена и на русский Которым пользуется церковь В определении каких-то Правил своей жизни Так что это живое и действенное Подспорье в церковной жизни Имеющее, однако, не характер Какого-то последнего И непогрешимого определения А предоставленное на разумное употребление Для епископского рассуждения И употребляет церковь эти правила В соответствии с благом церкви Что называется экономией И трактуя, и используя Для блага церкви И для спасения верующих Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok